привет дорогой зритель интересная достаточно посылочка включился выключайся почему интересно потому что это мое хобби наверно так можно сказать или увеличение все такое И так, сказал бедняк, денег нет, а выпить хочется. Пришло у нас ключ от квартиры, где деньги лежат. Ай-яй-яй, всякая фигуленка какая-то попадала, возможно важная, от лейкума. Что-то не открываешься-то, надо будет посмотреть, переходничек, по-моему, что-то не хватает. А может не хватает, ну да ладно, разберемся. Труба. И собственно говоря приклад. Как с тобой? С почечником. А что-то. Закручиваешься, а при этом не закручиваешься. О, закрутился. И с второй стороны тоже закрутился. Почечник это хорошо. Ну, приклад, ребят, сразу скажу, да, это нифига не Fab Defense, сделанный в Израиле. Это реплика. Но реплика сделана довольно-таки неплохо. И, помимо всего прочего, у нас еще вот такая вот быстросъемная антабочка. Быстросъемная антабочка. Которую можно поставить вот сюда. Да, собственно говоря, быстро ее также можно снять. В общем, сейчас подготовлюсь я, судя по всему, будут долгие интимные отношения с моим вепрем 205-00. При замене всего этого дела. Но посмотрим, что из этого получится. Попробую заснять процедуру. Сейчас вернемся. Вернее, переместимся уже в другое место. Итак, что нам нужно сделать? Убедиться в том, что ствол не имеет патрона внутри. А далее нужно будет сделать частичную разборку. В точности снять крышку и выбить штифт снизу вверх. Давайте посмотрим, что с этого получится. Учитывая некий бардак. Так, аккуратненько положим сюда. Такой наклепки непонятный. Значит, и, собственно говоря, повторюсь, да, вышибаем штифт. Замучился я немножко. Блин, зачем тебя таким зажать-то? Чтобы все это дело выбить. Искать, где мне взять... Так, давайте повернем камеру, чтобы вам поведнее было. А где мне взять... Как это называется-то? Выбивателя. Так, я себя так буду бить. Все оно тебе водить. Ничего страшного не будет. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Куда я их дел? Назад я их засунул. О! Вот эту вот хрень, короче, я замучился искать. Я ее нашел. Спасибо, подсказали. В обе есть. В Лурашке таких вещей нету. Молоток, молоток. Вот и тогда будет нашим... Нет, не будет нашим молотком. Слишком легенький, алюминиевый. Выниматься не хочет. Писать вот... Либо руки-крюки, либо ломать это надо. Вынулся. Положим тоже сюда. И пасмой молоток. Вот такого, я думаю, будет вполне достаточно. Сейчас придумаю, как поудобнее разместиться. Не повторяйте ошибки мои. Снимите обязательно ручку перед тем, как выбивать. Так будет гораздо удобней. И, в общем, картина следующая. Не смог я выбить этот грыбный штифт. Вступил я с ним в интимное отношение. Помучился, помучился. Отвез, короче, в темп, в Климовск. И... Отдал мастерам. Мастера выбили. Приклад поставили. Итого. Да? Значит... Вепр. 205-00. Почему менял приклад? Ну, давайте понимать. Видите, наклон у старого приклада был вниз. То есть, это, конечно, хорошо, когда ты там в окопе находишься. Но, когда ты стреляешь на охоте, когда это гражданское оружие, да, хорошо бы, чтобы приклад был прямой, либо с завышением вверх. Ну, собственно говоря, завтра с новым прикладом поеду. Посмотрю, что из этого получится. Плюс у него еще какой? Видно? Амортизирует. Амортизирует он отдачу. И, собственно говоря, должен быть приятен и хорошим. Есть небольшой нюанс. А что такое? Нюанс заключается в том, что, когда ты его хочешь сложить, а у тебя здесь находится быстрый сброс, не во всех положениях это получится. То есть, вот так вот он сложился. А вот, скажем, в сложном состоянии. Нет. Еще сильнее. Вот, кстати, вот это вот еще сильнее. Он взял себе, палец прищемил по самой неболоси. Был очень больно и неприятно. То есть, если мы его полностью сложим, то он будет упираться в быстрый сброс и не будет закрываться. А так он закрывается. Проблем никаких нет. А, значит... Люфтов ничего такого. Рядом нет. Люфтит только немножечко сам приклад. Но, в целом, на вкладке он очень приятный. Значит... Давайте, наверное, по порядку расскажу, что я в итоге на стволе поменял. Зачем мне это было нужно. И, в целом, первая рекомендация. Если вы хотите ходить на охоту, Вепер 205-2-0-0-1-0-2-0-3-0-4-0-5, это не самый лучший выбор. Потому что он, а, очень тяжелый. И, в принципе, у него немножко другие совершенно задачи. Но, если вы решили заниматься спортом, то 205-2-0 это вообще самое то. Ну, и вообще, в целом 205-2-0 хорош тем, что можно ствол удлинять и получать то, что надо. Значит, что я поставил у него. В первую очередь, я поставил холосан. HS-403-А. Плюс какой? Держит 12-ый калибр. Проблем никаких нету. Параллакса отсутствует. Ну, достаточно приятная штукенция. Очень важно учитывать, что его надо ставить как можно дальше суда для того чтобы гильза не застревала при выбросе если поставить его куда-нибудь вот сюда велика вероятность что у вас будет застревание гильз а второе что я поставил это колпачок колпачки есть разные я поставил лейкомовские для чего нужно чтобы он не кусался когда вы взводите ну гораздо приятнее следом я поставил увеличенную шахту магазина для вообще видно видно увеличенную шахту магазина для того чтобы легче было вставлять новый магазин для ускорения перезарядки при необходимости у меня лейкомовская стоит в принципе варианты есть тоже опять же разное далее лейкомовский быстрый сброс для чего это нужно то есть вы когда отстреляли магазин выберете нажимаете кнопку магазин вываливается падает в этот момент ваша вторая рука делают движение достает новый и вставляют в увеличенную шахт далее у нас получается вот эта вот кнопка мы и нажимаем и собственно говоря с затворной задержки все это дело соскакивает уходит в подачу можно продолжать стрельбу туда там повторно дергать взвод уже не нужно ну к этому надо приучиться а далее поменял ручку на фаб-дефенс ну гораздо удобнее стало держать собственно говоря ствол и собственно говоря вот последнее мое тело движения это замена приклада значит что у нас стоит переходник стоит лейкомовский а труба стоит какой-то китаец принципе наверно легко можно взять и приклад стоит фаб-дефенс но на самом деле мы понимать должны то что это реплика приклада есть еще такая фишка она и быстро съемная антабочка подсчетник у него есть а также у него есть вот такая вот ерунда мы сюда чем там можем сныкать батареечки например какие-то фига надо я не знаю но такая возможность присутствует были на вот как тех тех кто ставит разберешь не потом тебя сюда кнопочку поднажать и пойдет повеселее нифига не идет веселее главное правило какое-то не сломалась ничьи не не лезь туда иначе есть него несколько вариантов удержания и собственно говоря вот я теперь боюсь после того как я палец себе прижал я теперь все это дело боюсь значит вот эта часть сборе стоит десятку ссылку положу рукоятки но тут надо пощупать потрогать кому что подходит в принципе на все попробую по выкладывать ссылки либо название что именно вам гуглить потому что делать возьмете особо разница нету вот в итоге получилась такая вот штукенция с которой вот катаюсь короче но есть там короткие получите насадка парадокс и чем там еще у меня такой валяется в целом мне очень даже нравится в деле но на утку он показал себя не особо хорошо видимо там патрон был подобран неправильно может быть там что-то еще раз птицы надо отдельно разбираться с крупным зверем да это были остальные патроны показал просто чудеса . доходил туда положил эффект был тот что нужен ну и собственно говоря к нему еще ремень долг м3 в кадр он не вошел по той причине то что когда его цепляет за приклад его потом сложить не получается ну здесь вполне возможно это будет получаться надо проверить пока руки не дашь завтра охота поэтому не забыть камеру прочее 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 вещи опять же видео с охоты вам будет интересно или нет за уши за кстати просьбу вот идти лесом всякие такие слова как там типа чу голодаете там и ну и так далее и тому подобное жалко ли вам звери нет я даже обсуждать не хочу наше мнение видимо с вами